Взлет 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 Поведение самолета в таких экстремальных условиях изучают в ангаре авианосца, когда 30 тонн железа с полными баками зависает в воздухе, весь корабль как на пороховой бочке. Взлет По своей сложности имитация полета едва ли уступает самому полету. Авианосец встает на якорь, а техники пока море не разволновалось проверяют механизмы стоек. Когда он, допустим, сойдет на посадку, он уже подруливает. Подруливает. Но при этом шасси не должно отрабатывать. Не должно. А если отрабатывать? Последнее, или, как здесь говорят крайнее, слово за летчиками. На посадке, даже если все идет штатно, пульс и давление у них все равно зашкаливают. Пилот ориентируется по Луне. Она установлена на палубе авианосца. Прибор позволяет понять, не отклонился ли самолет от заданной траектории. Подсказки в радиоэфире дает руководитель визуальной посадки. Что у русских, что у американцев это действующий боеволетчик, который сам садился на корабль не меньше десяти раз. Я психологически понимаю, как летчик волнуется, особенно если его это первая посадка. Эмоциональность напряжения летчика тоже сказывается, и она ему не позволяет более точно выполнять полет. Тогда я уже подсказываю, где ветер слева, справа, какой ножкой чуть поддержать. То есть мы с ним в тандеме выполняем посадку. Палубных летчиков в нашей стране меньше, чем космонавтов. Элиты российской авиации, которая сегодня летала до темна. Главным достижением первой смены в Средиземном море пилоты называют то, что все боевые азы крепко встали на крыло. Алексей Николаев и Артемий Дзюнзи, телеканал «Звезда», сборка тяжелого, авианесущего трейсера, адмирал Кузнецов.